Всем привет! Начинаю снимать для вас новый влог. Сегодня у нас понедельник. Поздравляю всех с прошедшим 8 марта. Вчера у нас был 8 марта. 7 марта вечером мы ходили... Муж нас пригласил с дочкой в ресторан. Мы ходили и ужинали там. Сегодня новый день. 9 марта. Новая неделя начинается. Хочу розенькие и золотенькие туда поставить. Да, поставим. Хотела рассказать вам о том, что у меня сейчас Сонечка на домашнем обучении находится. То есть она не ходит в садик. Есть несколько причин, почему. Как вы знаете, наверное, кто следит за мной в инстаграме, она ходила в садик в прошлом году. То есть когда ей было 3, ну от 3 до 4 лет. И сейчас ей 4, с 4 до 5 мы решили, что она не будет ходить. Соня принесла розу желтую. Муж подарил нам, мне подарил букет, а Сонечке розочку. Вот там, в которой она стоит. А это мне он подарил такие цветные розы. Пахнет, понюхай. Сейчас у меня муж учится на подполковниках. И мы находимся в Боготе. Здесь Соня ходит у меня сейчас на балет и на музыку. А остальным предметом, как вы знаете, наверное, если кто-то не знает, рассказываю, что в Колумбии такого понятия, как садик, вообще нет. У них школа самого раннего возраста, с двух лет. Нет такого понятия, как садик. Садик, в принципе, есть только школы. И я так подумала, что всю эту программу я, в принципе, знаю, потому что я работала в садике два-два с половиной года где-то здесь, в Колумбии, когда мы были в Мельгаре. И я знаю всю эту программу, я знаю, как они учат. Это неплохо, ничего, просто... Мы зато были в бассейне. Да, бассейн был там. А, маленький, большой. Вот, просто я так думаю, что всё равно хоумскулинг, то есть обучение на дому, оно больше даёт плодов, результатов, так как ребёнок учится в своём ритме. И у меня подружки спрашивают, как ты вообще учишь? Мне кажется, ну, типа, если она не хочет, что ты делаешь? Я говорю, ну, если она не хочет, я её не заставляю. То есть ей должно нравиться заниматься. И что я имею в виду под тем, что в своём ритме учится ребёнок, это то, что, например, я знаю, что в садиках там они учат одну цифру месяц. Цифра там пять целый месяц, они делают разные занятия на пять. Это как бы неплохо, но если у ребёнка свой ритм, а вот ещё часы, да, например, мы можем сесть, делать какое-нибудь задание, какую-нибудь работу вообще поздно вечером, да. А, например, есть люди, у которых, ну, там, совы и жаворонки, да, если вы сова, то вам утром вообще спать охота. И это не результативно будет, если вы будете, например, водить ребёнка в садик, а он будет сонный и делать там, то есть в садик школу, да, я имею в виду здесь, в Колумбии. И он будет сонный и не будет это так, не было бы это так результативно, если бы он делал задание вечером, когда у него больше энергии, да, и больше желания заниматься. Поэтому мы решили, что она будет пока дома учиться. Ещё одна из причин, почему она не ходит у меня в школу сейчас, потому что в Боготе здесь погода такая переменчивая и как бы прохладно в основном. То есть если даже на улице солнце, там жарко, то в помещении всегда обычно прохладно в основном. И я знаю, что в Колумбии дети сидят на полу, то есть когда она ходила в школу в Мельгаре, то там они сидели на полу, только неважно, потому что там жарко. А здесь они сидят на полу, пол холодный, то есть я как бы знаю, что если она пойдёт, то будет болеть, поэтому вот мы решили, что тоже. Это другая ещё одна из причин, почему. Ну и ещё самое главное, это чтобы маме самой нравилось, ну вот мне, например, нравится её там учить, у неё тетрадки, всё как в школе, по русскому языку, по английскому, по математике, по испанскому. Я заполняю все тетрадки, всё сама делаю, обучаю и трём языкам, даже не двум, а трём. Потому что, ну, английский мы учим через песни, то есть песни английские она знает, учит, и мультики. Она вот у меня смотрит исключительно на русском языке и на английском, и так она учит языки. Хотела немного рассказать вам о сегодняшнем улове в магазине. Вот купила совсем немного, с Сонечкой сходили. Соня, дай коробку эту. И по ценам, значит, в тотале это всего я заплатила 39.600, в рублях здесь напишу, сколько это. Купила помидоры черри, йогурт несладкий. Наконец-то я нашла, вот открыла для себя эту марку. Это йогурт без сахара, без добавления сахара, похожий на кефир чем-то. Буду делать запеканку творожную, поэтому нужен был йогурт. Это кукурузная мука, ватные палочки, изюм, здесь 250 грамм. И вот такие вот сухофрукты взяла. Манго, банан и ананас. Здесь 25 грамм, стоит 5000 песо такая штучка. В изюме, значит, это черный изюм. Светлый изюм я никогда не видела здесь в Каламбе, только такой черный изюм. Один из самых дорогих продуктов в данном вот спектре, он стоил 9200. А еще и сумки забыла достать. Вот ватные диски, 50 штук, они стоили 4100 песо. А ватные палочки 6550. Вот такие цены у нас на сегодняшний день здесь, в Колумбии. И еще зубная паста детская стоила 5000 песо. Томаты черри тоже были за 5000. И вот эта вот мука кукурузная стоила 1700 песо. Сегодня суббота, и мы приехали в парк Симона Боливара. На пикник. Надеюсь, погода нас не подведет и не пойдет дождь. Хотя так сегодня не очень солнечно. Здесь такое озеро красивое. Уточки плавают. Это Соня с папой идут с пакетом, где мы все взяли для пикника. Купили ей игру, такую тарелку, летающую. Фридзбей называется. Здесь, пожалуй, строим пикник. Ой, там не стят. Вот такой у нас получился пикник. Взяли с собой мандариновый сок, воду. Это тарелка, которую мы купили. Купили сэндвичи в супермаркете. Это мой любимый. Я взяла фрукты. И всякие тут чипсы, которые я не планирую есть. А еще пончики донакс. Это мой любимый. Вот моя капсула. А там куколки. Давай покушаем быстрее, а то пока дождь не начался. Надеюсь, успеем поесть. Сейчас время как раз обеда. Два часа. Дождь начался. Такой, ну, небольшой. Покрапывал. Лебедь там? А, нет, это не лебедь. Это какая-то другая птичка. Похожа на лебедя. Белая птица вон. В общем, начался, и мы пересели. Мы были вон там. И сели сюда. Под дерево. И под деревом мы абсолютно не промокли. Покрапывал. Дай, папа. Мы будем смотреть на фреса. Это шоколад на лобе села. Шоколад на лобе села. Это не мора, это не фреса. И как ты знаешь? Это фреса более розовый. Наши села. Это? Смотрите, это фреса. Это мора. Какие мора или фреса? Мора. Мора? Мора. Хотела сходить вон туда, купить себе кофе. Тинто. Тинто это в Колумбии. Кафе. Кафе, да. Кофе. А я вот пончик кушаю. Кушай, кушай. Вкусный? Да, да, да. Видно, видно. Вот, в общем, и прошел здесь парень и говорит, ну, с термосом. И я так поняла, что тинто, и, в общем, мне даже не пришлось вставать. Посмотри, Мариня. Купила прям, не вставая. На, попробуй. Вкусно. Пью колумбийский тинто. Тинто в Аргентине, это вообще и в Испании, по-моему, красное вино. А в Колумбии тинто называют именно черный кофе без сахара. Парень делает из йоги упражнение стойка на руках с поднятием ног. На испанском, по-моему, эта поза называется postura de mosquito, то есть поза комара, а на русском не знаю как. Вроде распогодилось, и сейчас уже нет. А, хотя есть еще моросящий дождик. И сейчас, наверное, уже будем все собирать. Пойдем. Я выпила кофе. И пойдем гулять. Нашли песочницу. Соня решила походить до профилактики. Просто массаж стоп и, как я думаю, профилактика плоскостопия. Побегай, Соня, по песочку. Быстро-быстро побегай. Дождь так и идет. Дождик такой накрапывает. Не ливень, а просто он, по-моему, надолго, наверное. По всей богатея стоят урны. Урны на одной написано «ресиклавли» и «норесиклавли», то есть это то, что перерабатываемый мусор и неперерабатываемый. Здесь очень сильно это развито. Именно в богате. За остальную Колумбию не говорю. Именно говорю про богату. Вот такие урны везде стоят. В этом парке и на улице. Везде-везде. Школьники здесь, в этом парке. Он в машине остался. Зонтик. Здесь другой парк, еще детский. Несколько даже. Вот три я вижу сейчас, по крайней мере. Один. Один там, дальше второй и третий еще. Мы еще, конечно, и даже пол парка не прошли, потому что Соня и то она на качеле каталась, то с песочком игралась. Здесь босиком ходила по песку для профилактики низкостопия. Так, здесь написано, что парк, детский парк, эксклюзивно только для детей с двух до двенадцати лет. Как-то мало людей. Я думаю, когда более солнечная погода, суббота. Давай, давай, поднимайся. Когда более солнечная, наверное, больше людей. Возможно, многие остались дома, подумав, что пасмурно и будет дождь. Но дождя бы не было. Был просто моросящий дождик. Вау, Соня! Ю-ху! Я сегодня без макияжа. В выходные у меня отдыхают кожа. Хотя на каждый день сейчас я пользуюсь только CC-кремом. Морикей. Вот он как бы восемь преимуществ для кожи. Вот. И плотный тональный крем наношу только... Только иногда, когда нужно действительно хороший макияж сделать. Здесь некоторые поставили даже палатки рядом с площадкой детской. И отдыхают с площадки, наверное, лежат и смотрят на своих детей, которые здесь играют. Подписывайтесь на канал,اذ знаете? Подписывайтесь на канал! Подписывайтесь на натурок! Без том billion Ср Stopp! Продолжение следует... Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на канал! кстати погода очень хорошая потому что не ветрено и не от палящего солнца классно свежо очень здесь есть лодки сейчас мы узнаем можно ли взять одну и покататься по озеру погода как раз хорошая сейчас узнаем покататься полчаса на лодке стоит 16000 песо здесь выдают жакеты спасательные жилеты а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как осенью, да, листочки, Соня? Я собирала листочки букет Для меня Красивые Как осенью, да, падают же листики? Вон разные есть и зеленые, и желтые, да? Два желтого и два зеленого, а нет, еще беленькие Здесь рыбки ходят, продают корм для рыб Да, давай их покормим Но сейчас, если увидим, кто продает корм Купим, ладно? Ладно, мы пойдем сюда, а потом там увидим Здесь, если идет дождь, то можно зайти вот в эти арки, которые вы видите Раз, два, три, четыре, пять, шесть арок, семь И как бы укрыться от дождя можно там Во время ваших прогулок Аминь